Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Продолжаем тему счастливой жизни. Сегодня я расскажу о том, почему человек болеет. Эта тема на самом деле очень важна. Почему? Потому что люди зачастую считают, что они болеют, потому что, ну не знаю, они там простудились, их продуло, или там, не знаю, может какие-то геомагнитные бури, или еще что-то. На самом деле причина об этом проста. Это подавленность, подавление. То есть, когда человека подавляют, он становится подавленным и начинает болеть. Это психологический конфликт. Об этом даже сейчас говорит новая германская медицина. Профессор доктор Хаммер исследовал это и даже выяснил, какие заболевания соответствуют какому психологическому конфликту. Об этом вы сможете ознакомиться, если введете новая германская медицина в интернете, в гугле, и найдете кучу информации, пять биологических законов. И это очень важно. Но я продолжу. Почему человек болеет, когда он подавлен? Просто потому, что у него ухудшается состояние. Подавленность это как раз и есть. Снижение нейромедиаторов, снижение функций эндокринной системы, иммунной системы. То есть, по сути, организм начинает работать со сбоями. И через какое-то время, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, это выливается в заболевание. То, что мы называем заболеванием. Опять же, я повторюсь. Потому что, с точки зрения биологии, это не совсем заболевание. Это скорее процесс коррекции, восстановительный процесс. И об этом вы сможете, опять же, прочитать, когда узнаете про пять биологических законов новой германской медицины. Но вот, когда человек подавлен, то у него снижаются все его функции. Соответственно, он начинает чувствовать себя хуже. То есть, во всех смыслах. Как психологически, так и физически. Вы наверняка, если проследите, вот, какой-то момент, когда вас кто-то подавил эмоционально, либо физически. То есть, физическое подавление, это может быть применение грубой физической силы. То есть, когда человека избили, изнасиловали. Вот, сделали что-то такое, что причинило ему вред. Или психологическое насилие, когда человека унижают, оскорбляют, эмоционально подавляют. На самом деле, это происходит сплошь и рядом. И вот, когда вы отследите такие моменты в своей жизни, вы почувствуете, что в эти моменты вы были подавлены. То есть, вы чувствовали себя как-то хуже, вам не хотелось, возможно, активно действовать, хотелось, не знаю, там, ответить этому человеку, или наоборот, отстраниться и побыть наедине с собой. Каждый это проявляет по-разному, в зависимости от того, там, ну, всего психологического типа. Но у всех есть определенные схожие вещи. Это то состояние, что оно ухудшается. То есть, это не такое активное состояние. И вот потом, когда это состояние, ну, скажем так, ухудшилось, человек может почувствовать, что он заболел. У кого-то может, например, появиться простуда, а кто-то, например, заболит голова или рука, или появится какое-то состояние недомогания общее, он такой даже не понимает, что у него. Ну, просто вот как-то плохо и непонятно по какой причине. И здесь даже врачи разводят руками. То есть, бывает, приходишь к врачу, а он не может тебе, ну, действительно, сказать, что с тобой. Люди ищут внешнюю точку зрения. То есть, они не хотят разбираться сами. Они ищут, а что же с нами? Расскажите нам. Вот даже врачи разводят руками. И я сам был, помню, примером такой ситуации, да, когда пришел к врачу, и он просто не мог определить, что же происходит. Это было просто состояние подавленности. То есть, имеется в виду, когда человек особенно долго подавляет, он впадает в такое состояние, что ему, ну, просто становится плохо. То есть, он без видимых причин впадает в такое состояние апатии, хондры, депрессии. Вот, и человеку потом сложно выбраться из этого состояния. Ему говорят, пейте препараты, но это еще хуже. Это может на время убрать симптомы, а может даже их и не убрать. Но потом будет побочное явление и обратная реакция. Поэтому ни в коем случае не применяйте аптечные препараты. В крайнем случае это могут быть витамины, биологически активные добавки, какие-то травы. Но те, которые, естественно, лечебные. То есть, те, которые дают возможность человеку улучшить свое состояние естественным способом. Но самый важный фактор, это, конечно же, распознать подавление и проработать его. Вот здесь я на своем курсе учу человека, как распознать тех людей, которые его подавляют, и просто не подпускать их в своем окружении. То есть, это курс как раз, как справиться с подавлением. И, соответственно, человек учится распознавать этих людей. Он ограждает себя от общения с ними, становится причиной в общении с ними. То есть, они больше не подавляют его, а он может таким образом, ну, скажем так, с ними пообщаться, чтобы не быть подавленным. Он становится причиной своей жизни. И, соответственно, у него улучшается состояние. То есть, он перестает впадать в состояние жертвы и болеть. Потому что человек болеет в состоянии жертвы. О, вот вы что со мной сделали. То есть, он не берет ответственность, а перекладывает свою ответственность на подавителя. На того, кто его подавил. Соответственно, на курсе вы сможете обучиться тому, как справляться с подавлением и как не болеть. То есть, распознавать этих подавителей и выходить в состояние причинности над ними. То есть, брать ответственность за свою жизнь. Этот курс занимает не так много времени. Его вполне можно пройти за неделю. И, конечно же, вы можете мне всегда написать по любому вопросу, который вас интересует. Как справиться с подавлением, как улучшить свое состояние, как не болеть. Потому что я провожу процессинг счастья, который помогает как раз убрать вот эти случаи, где у человека было эмоциональное, либо физиологическое, психическое насилие. Когда человека, например, избили, или, я же говорю, изнасилование, или, например, измененное эмоциональное насилие над ребенком. Все это очень важно проработать. И тогда вы будете чувствовать себя совершенно иначе. То есть, вы будете жить своей жизнью. И вы будете помогать себе самому. То есть, помогать себе быть в состоянии причинности. То есть, вы сможете сами исцелять себя. Вот что важно. То есть, взять ответственность на свою жизнь. И заняться тем, что вы будете исцелять самого себя. А потом и помогать вашим близким в исцелении. То есть, вы будете обладать ключевыми знаниями, которые помогут вам в действительности распознавать источник подавления и справляться с ним в полной мере. Если возникли какие-то вопросы, смело пишите мне, все контакты будут под этим видео. Быстрее всего я отвечаю в Viber, потому что там, по сути, у меня основная коммуникация происходит. Также добавляйтесь в сообщество Академии Счастья, где вы сможете почерпнуть огромное количество полезной информации для вас и, конечно же, узнать больше о том, как стать счастливым, свободным и не болеть. Вам желаю гармонии, счастья, исцеления и мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока ставьте нравится, да, вот так вот палец вверх, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, делитесь этим видео с друзьями, чтобы каждый знал, как можно исцелиться и быть в гармоничном, счастливом и добром, веселом состоянии. До скорой встречи, друзья, и увидимся.